Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 ноября. Житие преподобного Варлама Печерского. В то время, когда преподобные отцы наши Антони, Феодосий и Никон сияли в киевских пещерах доблестными подвигами, как три светильника, достойные предстоять престолу Святой Троицы, многократно приходил к ним насладиться их сладостной беседой некто Варлаам, сын благородных и христолюбивых родителей, Иоанна, первого между воярами князя Изяслава и Марии, внук славного и храброго Вышаты, правнук воевода Астромира. С юности Варлам сиял красотой телесной и чистотой души, и возымел любовь к названным преподобным отцам, и настолько сильную, что захотел жить с ними вместе и оставить мирскую жизнь, вменяя ни во что славу и богатство. Особенно привело в страх и его слово Господне, сказанное ему, между прочим, преподобными. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие. И вот, пришедший однажды к преподобному Антоний, он открыл ему свое намерение. «Хотел бы я, отче, — сказал он, — если угодно Богу, — быть иноком и жить с вами». «Благохотение твое, чадо, — отвечал старец, — и благодатно намерение. Но смотри, как бы не возвратили тебя назад богатство и слава мира сего, ибо по слову Господень никто же возлож руку свою на ралу, и зря вспять управлен есть в царствие Божие». «Многое еще, — говорил старец на пользу душевную Варламу, и сердце у него все более и более разгоралось с любовью к Богу». В таком расположении душевном пошел он домой. На другой же день после беседы со старцем, оставив не только родителей, но и обрученные уже с ним невесту, он сел на коня, одетый в светлые и дорогие одежды, и, имея при себе множество пеших слуг, ведущих убранных коней, торжественно прибыл в пещере. Когда преподобные вышли и поклонились ему до земли, как кланились тогда знатным людям, он сам поклонился им, также сошедши с коня. Затем он снял с себя боярскую одежду и положил ее у ног преподобного Антония, и поставил перед ним коней, говоря, «Вот, отче, суетное благо мира сего, делай с ними что хочешь, ибо все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа, и хочу жить вместе с вами в этой пещере, а домой более уже не возвращусь». «Смотри, чадо», — отвечал ему преподобный Антоний, «кому ты обещаешься и чьим воином хочешь быть? Ибо здесь невидимо предстоят ангелы Божии, принимая твои обещания. Берегись, как бы отец твой, пришедший сюда с вооруженной силой, не вывел тебя отсюда, хотя бы ты этого и не желал, ведь мы ничем тебе помочь не можем, а ты между тем явишься перед Богом, лжецом и отступником». «Верую Богу моему отче!» — воскликнул Варлам, — «Если даже отец и пожелает мучить меня, я не возвращусь к мирской жизни, об одном молю тебя, скорее соверши надо мной постриг». Тогда преподобный Антоний велел преподобному Никону постричь Варлама и облечь в монашескую одежду, что и было сделано. Боярин Иоанн, узнав, что его любимый сын постригся в иночество, сильно разгневался на преподобных и, взяв с собой множество слуг, напал на спасавшихся в пещере иноков и всех разогнал оттуда, а сына насильно вытащил вон и, сорвав с него мантии и куколь, бросил их в ручей. Затем он надел его в светлые драгоценные одежды, приличествующие его происхождению. Но святой тотчас же сбросил их в себя, не желая даже и смотреть на них, и это повторялось несколько раз, так что отец велел связать ему руки, силою опять одеть его и в таком виде везти через город домой. Но Варлам, увидя по пути яму, наполненной нечистотами, быстро спустился в нее и, поспешно сбросив с себя одежду, топтал ее ногами в грязи, попирая вместе с ней и исчищрение лукавого. Когда они пришли домой, отец велел ему стесть с собой за стол. Он принужден был по неволе повиноваться, но ничего не ел из подаваемых кушаней и сидел, опустив голову. По окончании трапезы отец отпустил Варлама в его комнату, приставив слуг стеречь его, чтобы он не ушел. Потом он приказал обрученной со святым девице надеть лучшее украшение для пресчения его и всячески ухаживать за ним. Но угодник Христов Варлам ушел в одну из комнат и сел в углу на пол. Обрученница его, согласно данному ей приказанию, пошла за ним и упрашивала сесть на своей постели. Тогда он, видя ее неразумие, догадавшись, что отец подослал ее, чтобы преспить его, вознес из глубины сердца тайную молитву всемилостивому Богу о спасении от соблазна. Три дня просидел он, не вставая на одном месте, ничего не вкушая, не одеваясь и оставаясь в одной властянице. Между тем преподобный Антоний, находившийся с ним в пещере, были очень опечалены его судьбой и молились за него Богу. И Бог услышал молитву их, ибо по слову Псалмопеса воззывают праведные, и Господь услышит их, и от всех скорбей их избавит их. И, видя терпение и смирение святого, обратил ожесточившееся сердце отца на милость к сыну. Слуги донесли боярину, что вот уже четвертый день сын его не принимает пищи и не одевается. Отец сжалился над сыном, и, боясь, как бы он ни умер от голода и холода, призвал его и с любовью поцеловав отпустил в пещеру. И произошло тогда нечто весьма удивительное. Послышались в доме рыдания и вопли, как по мертвеце плакали все, отец с матерью о том, что лишается сына, невеста о том, что разлучается с женихом, рабы и рабыни о том, что покидает их добрый господин. А спятой Варлаам, как птица, вырвавшаяся из сети, быстро направился к пещере. Находившиеся вне иноки всем сердцем обрадовались, увидев Варлаама и прославили Бога, услышавшего их молитву о нем. Когда число братьев в пещере увеличилось до двенадцати, то преподобный Антоний, видя доблестное подвижничество Варлаама и преуспеяние его в добродетели, от всего сердца благодарил Бога за то, что в цветущем юноше оказались духовные плоды, свойственные старцу, и проявилась такая благодать, что он вполне мог быть вождем в жизни для прочих. Поэтому, посоветовавшись со всеми братьями, жившими в пещере, он поставил Варлаама и игуменом вместо себя, а сам, привыкнув жить один и не перенося людской суеты и разговоров, переселился на другой холм, что под новым монастырем, и там выкопал пещеру, в которой и жил, предаваясь безмолвию и беседуясь всегда с единым Богом. Там лежит честное тело его и до ныне. Преподобный Варлаам принял начальство над братьей ее, стал вести еще более строгую подвижническую жизнь. Когда число братьев значительно увеличилось, а между тем в пещере во время соборного богослужения могло поместиться не более 20 человек, тогда он, испросив благословению преподобного Антония, построил над пещерой небольшую деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, для того, чтобы в этой церкви собирались для богослужебного пения те из братьев, которые за теснотой не могли принимать участие в пении при богослужении в пещере. С тех пор обозначилось, видимым образом, и место самой пещеры, остававшееся до то ли незаметным. Через несколько лет великий князь Едислав Ярославович, нареченный во святом крещении Дмитрием, построил каменный храм во имя Тезаименитого себе святого великомученика Дмитрия и устроил при этом храме монастырь преподобного Варлаама, как своего родственника и мужа, опытного в иноческой жизни, и князь поставил в этом монастыре игуменом. Здесь преподобный вел образ жизни, к какому привык в пещере. Братьей же и всех вообще он более всего учил и умолял заботиться о спасении души со всей ревностью и иметь совесть, всегда чистую перед Богом и ближними. И Бог видел любовь преподобного к братьям, и его попечение о них помогал им совершенствоваться во всех добродетелях. Ко многим другим своим подвигам преподобный Варлам присоединил здесь еще новый. Выбрав удобное время, он отправился во святой град Иерусалим и обошел святую землю, возвратился в свой монастырь. Через несколько времени он отправился в царьград, обошел там все монастыри и, купив все нужное для обители, отправился назад. Находясь в пути, он спал в тяжелый недуг и, достигнув города Владимира, остановился около него в монастыре, называемом Святая Гора, где и почил с миром о Господе в 1065 году, завещав перед смертью бывшим с ним перенести тело его для погребения в Киев, в Печерский монастырь, а иконы и все купленное им для нужд обители передать преподобному Феодосию. Завещание преподобного было исполнено, и честные мощи его до ныне лежат в пещере нетленными. Молитвами преподобного Варлаама досподобимся и мы, исполняя на пути земной жизни нашей заповеди Господни, соделаясь наследниками нашего небесного Отечества во Христе Иисусе Господе, которому слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.